Что можно связать из бабушкиного квадрата? В этом видео я собрала для вас подборку из разнообразных изделий из бабушкиного квадрата. Видео будет интересно и новичкам, и любителям, потому что бабушкин квадрат это самый простой и интересный мотив. И освоив его вы сможете связать много разных интересных изделий. Ведь прелесть вязания из мотивов заключается в том, что не нужно никаких сложных расчетов. Еще я для вас приготовила каталог изделий из бабушкиных квадратов и вообще мотивов для вашего вдохновения. В конце этого видео я расскажу, как можно забрать этот каталог бесплатно. Многие думают, что из бабушкиного квадрата можно вязать только пледы. Но на самом деле многообразие изделия из бабушкиных квадратов впечатляет. Это может быть вообще простая прихватка, и в то же время это может быть изделие для подиумов. В этом видео я вам расскажу и покажу разнообразие моделей из бабушкиного квадрата. Мы с вами посмотрим модель, которая вяжется из двух бабушкиных квадратов. Также посмотрим, как цветовое сочетание влияет на саму модель. И еще увидим разнообразные идеи, как можно использовать бабушкин квадрат. Напишите в комментариях, вы вообще пробовали когда-нибудь вязать изделие из бабушкиного квадрата? Или пока только присматриваетесь к этому вязанию? Лично я начала знакомство с изделиями из бабушкиных квадратов с самого простого. Для начала я связала простую накидку на кресло или диван, я уже не помню. Потом это все переросло в топик. И затем меня буквально осенило. Я могу вязать разнообразные квадраты, а потом соединять и конструировать из них уже разное любое изделие. Нужно было только освоить процесс сборки и соединения. Кстати, про соединение мотивов. У меня есть целый блог в бесплатном эфире, как красиво научиться вязать крючком. Если вам интересно вязание в целом, если вам интересно разобраться в схемах вязания, то приходите на этот эфир. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Ну а если вы смотрите с мобильного телефона, просто нажмите на название этого ролика. И там вы увидите все ссылки. Вот. И вообще я начала потом вязать уже много разных изделий. И туники, и сумки, и кардиганы. Но именно бабушкин квадрат меня вдохновил на все эти изделия. Главное, не допускайте одну самую популярную ошибку. Это ВТО. То есть влажно-тепловая обработка. По-другому стирка наших мотивов. Обычно мы вяжем цельное изделие и только потом стираем его и придаем ему нужный нам вид. В мотивах такое не пойдет. Когда вы вяжете из мотивов, обязательно, когда вы все их навязали, постирайте их, разложите, чтобы получился нужный вам размер и высушите. Ну можно не стирать, можно отпаривать. Высушите в таком виде, в размере, который вам нужен. И только потом, когда все ваши мотивы будут готовы, мы начинаем их соединять. Чтобы у нас получилось уже готовое изделие. И вот готовое изделие уже можно потом не стирать. Ну и давайте сейчас я вам расскажу, покажу про разнообразие моделей из бабушкиных квадратов. Ну и вообще из мотивов. Давайте насладимся моделями и его разбором. Я взяла все эти картинки из открытых источников интернета, чтобы вам показать многообразие, действительно многообразие этих изделий из бабушкиного квадрата. Даже несколько взяла не просто из бабушкиного квадрата, но из мотивов как таковых. Итак, начнем с вами с жилетов. Жилет это самое простое, что можно связать из бабушкиного квадрата. Потому что здесь соблюдается единая форма, либо квадрат, либо прямоугольник, какой хотите жилет, сколько хотите мотивов. Никаких вырезов, ничего не надо делать. Вяжется очень просто. Главное соединение. И здесь изюминка, вот например, этого жилета, мне кажется, именно в оформлении горловины. И здесь есть еще капюшон. Какие-то вставочки связали, уже как-то облагородили этот бабушкин квадрат. Дальше. Это вариант бабушкиного квадрата, где из круга мы уходим в квадрат. Это тоже жилет. И вот что я имела в виду. Прямоугольная форма. Здесь даже нет выемки под рукава, нет многострадального оката вот этого, когда не умеют мастериться некоторые, особенно новички, вывязывать. Вот этого совершенно не нужно. Посмотрите, какой прекрасный жилет. Как он классно смотрится. И сразу хочу обратить ваше внимание на выбор цвета. Цветовая гамма очень сильно влияет на вид изделия целиком в бабушкином квадрате. Поэтому, если вы выбираете какой-то один цвет основной, например, здесь он обвязка серый, мы видим основной. Но в глаза бросается вот этот ярко-красный везде. То соблюдайте этот цвет везде, чтобы не было акцента на один мотив. Пусть он будет везде в маленьких количествах, но разбросанный равномерно по вашему жилету. Далее. Вот такой вот. Это уже, знаете, такой жилет прямо удлиненный. Но при этом, посмотрите, обвязка здесь идет. Вот именно такая ажурная, с сеточкой. И вот так вот интересно смотрится. Мотивы связаны, по-моему, с секционной пряжей. Дальше. Еще один жилет. Можно взять, например, более грубую пряжу. Я вижу, что она здесь толстая. И связать тоже вот такой вот вариант. Здесь, что мне нравится, вырез горловины варьируется как раз одним квадратом. Вот один квадрат, ширина его. Это и есть вырез нашей горловины. Очень удобненько. И посмотрите на цветовое сочетание. Вот здесь из вариаций бабушкиных квадратов, что здесь я заметила. Здесь есть половинки квадратов, даже целые квадраты, которые уходят на бока. Поэтому есть вот такой вот акад, скос, как правильно назвать, для нашего рукава. И посмотрите, что здесь делать. Вот именно так можно наш острый угол делать вот таким вот полукруглым. То есть мы, когда 4 квадрата готовы, надвязываем вот эту часть и потом только делаем обвязку. И благодаря этому можно и горловину вот так вот закруглить, и рукав тоже можно так же закруглить. И вариации. Это не бабушкин квадрат, это просто мотивчик. Но мне очень понравился вариант об однотоне. Такой жилет можно связать однотонно. Здесь тоже завязочки, которые прекрасно смотрятся на повседневное ношение. И еще один вариант, это жилет, даже уже кофточка. И тут тоже уже поиграли с расположением мотивов. То есть мы видим, что квадрат не просто вот так стоит, а повернут. То есть по диагонали, острыми углами вверх. И вот такой вот эффект получается. И здесь сделали половинку. Видите, мотива половинку. Для того, чтобы сделать прямое полотно для рукава, который будет у вас тут. Для руки, которая будет проходить. И благодаря тому, что мы ставим по диагонали, у нас получается V-образный вырез. Это на всех моделях такой эффект. И на платьишках, и на обычных кардиганах, может быть, кофточках и так далее. Дальше мы с вами посмотрим, знаете, уже больше жилеты, кофточки, маечки. Вот такие вот, да. Здесь очень спокойный цвет. Очень интересный бабушкин квадрат именно вот с изюминкой вот этого центра. И обвязка. Обвязка, посмотрите, здесь есть и рукавчики. Как будто бы, но их нет на самом деле. Это просто квадраты. И здесь есть вот такая горловинка. Здесь тоже переделанная схема, которая очень красиво ложится в горловину нашу. Еще один вариант. Тоже уже маечка, футболочка, кофточка. Да, хотите тут соединяйте, хотите нет. Но уже появились небольшие рукавчики. Прелесть вязания из мотива в том, что мы можем вот эти рукавчики вязать именно мотивами. Можем и простым полотном. И это всегда будет прямая. То есть всегда нам не надо никакие окаты вывязывать. Мы пришили как есть. И вот так вот замечательно получается. Кстати, модель с капюшоном, вот эта вот, мне нравится. Вообще мне в бабушкиных квадратах нравится, когда в кардиганы добавляют капюшон. Напишите в комментариях, как вы к этому относитесь. Потому что не все умеют провязывать капюшон. А кому-то вообще не нравятся модели с капюшонами. Очень интересно узнать ваше мнение. Связали бы вы, например, модель с капюшоном. Или наоборот, не стали бы заморачиваться. И такое бы не вязали. Дальше вот опять мотивы, которые положены, как я говорила, вот на такую горловину. И вот так вот получается. Здесь я просто хотела вам показать, что может быть и такие модели. Где бабушкин квадрат не является целиком изделием. Оно является только его частью. И это более летний вариант, такой цветастый. И еще один жилет. Бабушкин квадрат. Здесь по спинке, получается, тоже идут три квадрата. Больше ничего не надо. Господи, какая простота. Посмотрите, да? Три, шесть квадратов, два по бокам и девять на спинку. Все. Идеальное решение. Выбирайте только нужное вам цветовое сочетание. Дальше кофточки. Это тоже вариации бабушкиных квадратов. Можно обычные связать. Рукав и вырез горловины, он продолжается обычными пучками. Видите, да? Здесь уже не бабушкин квадрат. Так можно любые рукава надвязывать. У нас еще будут модели, я вам сейчас покажу. И также здесь длинный рукав, тоже связанный из мотивов. Мне очень нравятся эти модельки. Еще один вариант такой же. Никаких выточек, никаких убавок и прибавок. Чистая раскладка и нужное количество рядов. Вот вам, пожалуйста. Дальше кардиганы. Мне очень хотелось показать вам кардиганы с резинками, с длинным рукавом. И вот здесь модель опять с капюшоном. Обратите внимание тоже на цветовое сочетание, на длину изделия и на выбор пряжи. Если вы можете такой кардиган связать, это уже даже пальто выглядит, связать как на летний день, жаркий, можно это из тонкого хлопка, так и на позднюю осень, пусть это будет теплая мериносовая шерсть, например. И будет вам очень тепло в таком кардигане. А летом, наоборот, будет прохладно, например, вечерок. Можно будет надеть такой кардиганчик, смотря какую пряжу вы выберете. Вот такие кардиганы. Мне нравится очень. Рукавчик 3 четверти. И плюс еще, смотрите, это просто пучки. То есть здесь, опять же, бабушкин квадрат по прямой. Здесь по прямой с вырезом V-образным сделали. И это может быть укороченный или удлиненный вариант. Также смотрите на цветовое сочетание. И карманы. Посмотрите, как интересно легли карманы. Они прям вывязаны в отдельный мотив. Получился кармашек вот такой вот интересненький. Далее хотела показать вам варианты в черном цвете. В темном цвете бабушкин квадраты смотрятся очень выигрышно. Будь то они яркие или бледные цветовые тона. И вот так вот они интересные и прекрасно смотрятся. Здесь более яркий вариант. Но опять же я хотела показать вам, что можно и надвязывать спинку этими пучками. То есть основное полотно связать мотивами. А потом уже будут у вас вот такие вот пучки. Очень много вариантов. Посмотрите, ярких оттенков, которые прям бросаются в глаза. Кто-то любит такой стиль. Кто-то наоборот избегает из-за этого бабушкиного квадрата. Но я хочу здесь сказать, все в ваших руках. Только вы выбираете, какую цветовую гамму вам сделать в этом изделии. Но сами изделия, наверное, достойны вашего внимания. Вот это другое сочетание цветов. Здесь три акцента. Это песочный, светло-бежевый, темно-бежевый. И акцент на голубой. Очень классно эти цвета между собой сочетаются. Такой вот кардиган. Летний вариант. Пожалуйста. Бабушкины квадраты просто связаны между собой сеточкой. Здесь на завязочке такой романтичный больше стиль. И низ изделия вот здесь нету. В другом варианте есть там бахрома снизу. И дальше уже вот здесь тоже видно, что ветрено погода. Но, я думаю, не холодно здесь. И вот посмотрите, бабушкины квадраты связаны просто сеточкой. Позволяет дышать этому свитеру. Но при этом сделаны рукавчики, сделана горловинка. Вот такой вот может быть и летний, и на более прохладное время вариант. Здесь тоже бабушкин квадрат как акцент, как изюминка. Но это не основной узор. Мы можем также выбирать, вязать наши кардиганы и кофточки не целиком из бабушкиного квадрата. А именно вот такой вот вариант. И здесь мне тоже очень понравилось простота вязания. Посмотрите, здесь внутри как бы пучки бабушкин квадрат. А потом ушло уже на плотные столбики. Кстати, много интересных схем, вот именно вариаций бабушкиного квадрата у меня есть на моем телеграм-канале. Я ссылку на него вам оставлю. Подписывайтесь. Я веду его. И девочки-хомячки сохраняют эти полезные посты со схемами. Поэтому присоединяйтесь и скачивайте себе. Сохраняйте все схемы. Я думаю, в дальнейшем они вам понравятся, пригодятся. Дальше вот такой вот вариант. Получается, это свитер. Но посмотрите, с какой широкой горловиной. Так тоже можно. Это тоже один из вариантов. Так тоже можно. И широкий рукав. Широкий рукав здесь, который как раз-таки резинкой собран, как колокольчик получился. И я скринила это видео, на самом деле, там реально вот прям широкий, хороший рукав. Дальше. Это, знаете, я думала это свитер, это пончо. Не понимала, что. Но на самом деле это пончо. Связаны большие квадраты. Вот так вот по диагонали соединены. Надеты. Вот этот шов связан, да? Надевается. И вот здесь, вот обратите внимание, здесь какая-то либо пуговка, либо защепка какая-то просто застегивается. И получается у вас пончо, кардиган, свитер, как хотите. Вот такой вот легкий, очень легкий в исполнении вариант, но очень красивый на повседневное ношение, например, на улице. Мне нравится очень изделие в стиле Боха. Вот такие вот приятные оттенки, приятные тона. И посмотрите, какой вот здесь вот узенький рукавчик сделали, да? Но мне кажется, он довольно-таки комфортный, потому что он чуть-чуть шире, чем подмышка, да? Она у неё начинается где-то здесь. Здесь рукав отодвинули, сделали широкий, то есть и уже не даёт скованности в движении, да? Если вы хотите сделать узкий рукав, пользуйтесь этим приёмом. Когда вы сдвигаете, да, то есть не ровно, вот по ширине своего основного тела вяжете, да, мотивчики, а чуть-чуть сдвигаете. И вот получается, вы сможете связать такой узкий вариант. Здесь мне тоже понравилась такая лёгкая небрежность, благодаря вот этим вот завязочкам, рукавчикам вот здесь вот. Хотя тоже схемка простая, раскладка простая, это просто простой бабушкин квадрат. А уже такой морской больше стиль, расслабленный, да, пожалуйста, можете вязать. Здесь я вам захотела показать именно цветовое сочетание. Здесь уже дизайнеры вот вносят свою лепту, вносят своё видение, куда можно использовать этот бабушкин квадрат, вариации бабушкин квадратов. Это дизайнерская вещь, и я хотела обратить внимание, здесь был берет, он тоже из мотивчиков. Дальше из мотивов вяжут и платьишки, и юбочки. И это вот бабушкин квадрат, и посмотрите, благодаря соединению вовнутрь получились вот такие вот выпуклые части юбочки. Это очень интересное решение, вот такое вот соединение, и вот такое вот платьишко, например, на детское можно связать. Это вариант бабушкиного квадрата, да, это не сам бабушкин квадрат, это скорее какой-то мотив. Но мне понравилось, что из него можно связать юбку-карандаш. Просто здесь мы как бы взяли резиночку, протянули, вернее связали планочку, протянули поясочек, и у нас получился затянутый вариант. Вот, у кого не слишком широкие бедра, мне кажется, вот такой вот будет очень классно смотреться такая юбочка. Соответственно, конечно, нужен будет чехол под неё, какой-то подклад. Это бабушкин квадрат, и здесь все, получается, квадратики опять повернули по диагонали, их очень много. Ну, вот такой вот стиль, и здесь бахрома есть, и резинка. Платье. Платье бывают разные тоже, и как чехол, и здесь расклешённое. Будет одна фотография, вам покажу, как можно расклешить вообще любое платье. Как вы видите, рукавчик связан прямо, тоже без никакого оката, выточек и так далее. Здесь тоже одинаковое количество квадратов. Дальше. Вот, бабушкин квадрат, тоже как чехол, тоже здесь вот заужено, и все нужные части тела такое платье иногда подчёркивает. Вот, смотрите, здесь идёт расклешение с помощью треугольников. Я вам покажу в одном из платьев очень летний красивый вариант. Пожалуйста, можно использовать абсолютно разные цвета. Я вижу, что здесь какой-то тонкий хлопок, да, потому что между пучками расстояние хорошее. Так, сейчас покажу. Вот здесь вот уже получаются большие мотивы, маленькие мотивы, и расширение идёт за счёт увеличения мотивов. Очень интересный вариант. Здесь три, а тут по одному. Видите? И вот этот вот один бабушкин квадрат, на одну его из сторон легло два мотива. Вот, можно пользоваться этим тоже, этой раскладкой. Очень хороший летний сарафан, и если вы боитесь, что бабушкин квадрат будет просвечивать, то это не так. На самом деле можно надевать вот такие платья на голое тело, и если вы вяжете крючком, который подходит по номеру к пряже, но более плотненько, то ничего просвечивать не будет. Всё вот в таком вот виде будет классно смотреться. Вот это платье я имела в виду, здесь тоже бабушкин квадрат, здесь три по ширине, да, наперед и на спинку. Но здесь уже идёт поболее квадратов. Я покажу, как это сделано. Смотрите, связан треугольник бабушкин квадратом, да, вот этими пучками. То есть здесь у нас шло, нам на бёдрах надо расширить. Что мы делаем? Мы вяжем треугольник с количеством петель к равной стороне, вот этой вот. И далее уже следующий ряд. У нас одна сторона получается широкая, и мы вставляем сюда мотив. И так можно расклешать до какого угодно состояния. Хоть юбку солнца свяжите вот отсюда. Каждый ряд можно расклешать, и у вас будет идти на вот такое вот увеличение юбочка. Вот поэтому тоже как вариант. Здесь я хотела показать в однотоне, да, это тоже вариация бабушкиного квадрата со швами. Тоже выложено по диагонали. И вот такой вот интересный. Как вы вообще относитесь к платьям? Скажите, пожалуйста, носили бы такие, задумывались вообще, что такие платья можно носить? Или для вас это чересчур открытые, может быть, платья? Очень интересно мне почитать, и другим тоже, наверное, будет интересно. Особенно это касается людей, которые, может быть, живут в более теплом климате, да. Такие более летние варианты считаются. Но не всегда я, например, видела женщину, которая была вот практически вот в таком вот платье из бабушкиного квадрата, из шерсти, но оно было без рукавов. То есть оно было надето на водолазку. Ну, и очень классно смотрелось, как зимний вариант платья из шерсти. Вот, тоже прямые линии, бабушкин квадрат, круг из квадрата, соединение. Все замечательно, мне кажется, в этом платье прям все супер. Однотонные бабушкиного квадрата. Тоже как платье-чехол, но уже большего размера. Посмотрите, не так в облипку, как предыдущие варианты. Это тоже ваше право связать вот такие вот платьишки. Посмотрите, как они классно смотрятся. Бабушкин квадрат. Место стыка не видно практически. Какое интересное здесь соединение с друг другом. И посмотрите, не сильно просвечивает. Отсвечивает, хотя я не вижу, что здесь чехол какой-то есть. И чуть-чуть квадратик на плечике здесь есть. Все. Вот, как вариант платья. Точно такой же, только здесь уже плотный квадрат. Здесь как более пляжный вариант. И тоже по диагонали. Два бабушкиных квадрата, вот этих мотива, они совпадают, получается, с шириной. Если вы свяжете такой, то другие уже не составит труда вам разложить. Тоже вариант летнего платьишка. Пожалуйста. Какие вам больше нравятся? Больше летние варианты или зимние? Больше вам по душе. Здесь мне тоже понравилось. Здесь идет смещение бабушкиного квадрата за счет увеличения квадратов квадрата. Книзу. То есть здесь не стали вязать треугольник. Здесь просто увеличили количество, поэтому тут сместилось. Вот такой вот вариант есть, пожалуйста. Более яркий, более сочный. Тоже по прямой, как платье-чехол. И здесь тоже не заморачивались. С вырезом вырез лодочка. А здесь уже тоже более пляжные варианты. Опять же, вот такой вот бабушкин квадрат. И здесь тоже низ очень классно смотрится, когда его даже не уравновешивать, не обрабатывать. Оставить в таком же варианте. Мне очень понравилось это скрин-видео. Одной очень интересного дизайнера тоже. Скриннила ее инстаграм. И вот здесь вот и платье, и сумка. И еще один вариант. Вот такая сумка, вот такое платье. Тоже можно рассматривать как платье-чехол. И как на лето, так и на зиму. Вот такой бабушкин квадрат. Здесь тоже есть уже резинки. Здесь рукав идет на увеличение. Я тут не вижу, как он связан. Но он прям фонарик в фонарик. И хочу вам рассказать, что необязательно вязать много бабушкиных квадратов. Достаточно связать, например, два. И сделать из них полноценное изделие. Это маечка, где связано два квадрата. С одной и с другой стороны надвязано, где рукава. И получается вот такая футболочка. Дальше вот вариант. Два бабушкиных квадрата. Надвязан чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз и рукава. Пожалуйста, полноценный вариант одежды. Здесь то же самое. Бабушкин квадрат с одной и с другой стороны надвязан. И здесь посмотрите, как интересно оформили. На плечики. Рукавчики. Это все пучки. Это то же самое, что и бабушкин квадрат. Либо вот такой вот самый простой вариант. Это маечки. Маечки можно вязать вот такие. Набираете, вяжете бабушкин квадрат нужного вам обхвата. Разделить на два. То есть ваш объем, например, ваш объем 100 груди. Вы, например, вяжете 50, ну 60 на свободу облегания. 65 сантиметров. Один. Второй также. И вот просто делайте между ними лямки. Чуть-чуть вот здесь вот надвязывайте, если нужно. Если не нужно, просто можно соединить. Все. Маечка ваша готова. Вот такие вот интересные варианты. Ну и напоследок я хочу вам рассказать, что интересного можно связать еще из бабушкиного квадрата, где необычно его используют. И где вообще мотивы используют так очень неожиданно. Например, обвязали грелку, да, это бабушкин квадрат, обвязанная грелка. Или вяжут одежду собакам. Тоже как вариант. Почему нет? Либо вот есть такие крэйзи елки, обвязывают мотивами. И в многих странах это интересный арт-объект. Такие елки встречаются. И также любят мастериться, особенно в Турции, это очень много где есть, обвязывают стволы деревьев вот такими вот мотивчиками. Разными всякими, просто по дереву. Еще я увидела вот такую вот инсталляцию, как правильно. Это все огромное здание, павильон, арт-объект, который обвязан вот такими вот мотивами. Все связано вручную. Это прям страница интересная была. Вот все заскринила. Они еще что делают? Они делают навесы между домами. Поэтому, по-моему, это Мехико. И вот такие вот мотивами создают узор и подвешивают. И вот здесь вот еще одно здание. Это в Дубае, Экспо, Дубае 2022 года. Здесь целый павильон обвязан мотивами вручную. И эти мотивы вяжутся из ниточки, знаете, из которой мы мочалки вяжем. Вот из такой нитки связаны все эти мотивы. И вот здесь вот тоже интересно. 19 улиц покрыли тканью. Все сделано вручную. То есть каждый мотивчик связан вручную, соединен. Его подвесили. Это тоже была какая-то благотворительная акция. Над улицами был вот такой вот интересный навес. И, кстати, для уличных навесов как раз, наверное, вот такие нитки подходят, которые для мочалок. С ними ничего не будет, если их намочит дождь. Вариантик, как вам обвязать и приклеить мотивы на чехол. Если вы стопроцентная рукодельница, я думаю, вам понравится такой вариант. Очень интересный. И это вязание Бабушкин квадрата в миниатюре. Вот такие вот интересные варианты вязания. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что вам больше всего понравилось. Жилеты, кардиганы, платья. Может быть, необычное какое-то вязание. Может быть, сейчас вы побежите обвязывать грелку. Напишите, пожалуйста, в комментариях впечатления об этих моделях. Ну и, конечно, я хочу рассказать, что вязание из мотивов подойдет не только женскому в исполнении, но и для мужчин тоже очень красиво и хорошо смотрится. Можно использовать. Пожалуйста, пользуйтесь. Еще я для вас приготовила каталог изделий из Бабушкиных квадратов и вообще мотивов для вашего вдохновения. Можно забрать этот каталог бесплатно. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео о том, что можно связать из Бабушкиного квадрата. Лично я очень люблю вязать из мотивов. Просто обожаю это занятие. И если вы после этого видео вдохновитесь и обратите свое внимание на это творчество, если вы захотите вязать из мотивов, значит, я сняла это видео не зря. Ну а если вы только начинаете свой путь вязания, обязательно приходите на мой бесплатный эфир «Как научиться красиво вязать крючком». Для этого переходите по ссылке, которую я закреплю в описании. Для тех, кто запишется, будет подарок – каталог пряжи. Продолжение следует...